Ну и морда у меня, да? Доброе утро, ребята. Время полдвенадцатого обеда у меня, утро. С ночной. Так, ну что, день у меня начинается всегда с маленького такого коктейля, витаминки. Сегодня у нас будет такой бешеный видос, в смысле, что у меня пару дел, я возьму вас с собой, камеру. Так что, если есть интерес, со мной покататься и немного послушать мою болтовую, так что оставайтесь и смотрим дальше, а я после коктейльчика сразу в машину. Зараза. Ребята, пишите, с чего у вас начинается денек. Я, по идее, сразу не завтракаю. Выпиваю коктейльчик, немножко воды и потом где-то полчаса попозже, потом завтракаю. Сегодня у меня будет, наверное, просто с семьей пообедаю часов в два, где-то будет мой завтрак. Так, Андрюха, что давай, поехали, включай свою музыку там, поехали. Так, главное, ключи не забыть. Я на той неделе два раза ключи забывал, хорошо, что сосед... Андрей! Хорошо, что сосед хороший. Я машину взял, съездил к матери, взял запасные ключи. Кстати, надо отвезти запасные ключи матери обратно. Музыку выключаешь, что? Надо ехать, я же сказал. Кстати, у нас сегодня в первую очередь надо будет съездить в банк. Сейчас вам расскажу. Пичуган, штанину отпусти. Что? Где мы остановились? Да, я... Мы поменяли банк. Надо сейчас завести старый банк, отдать кредитную карту, решить твои проблемы. Ну, погода у нас отличная, классная. Как раз погода есть и делать биллок. Ну, и, кстати, банк мы поменяли, потому что банк в последнее время оборзел. Что-то они все время поднимают цены за то, что мы у них держим деньги, и они пользуются нашими деньгами. Но факт в том, что поменяв банк, мы экономим в год 150 евро, и мы решили поменять. Поменять. Правда, геморрой в том, что надо везде дать новые данные насчет банка. Еще залазь нашу начать. Ну, за то 150 евро. Вот. Так. Кстати, ребята, говорил надо не забыть ключи от дома. Ключи-то не забыла, вот телефон забыл. Мне надо еще было пару важных звонков сделать. И вот такой вот геморрой. Придется опять возвращаться домой. Вообще не люблю возвращаться. Ну, я не суеверный, но как-то вот, когда возвращаешься, что что-то забыл как-то. Чувствую себя не очень. Кстати, ребята, как вы относитесь к суеверности? Блин. 16 градусов, ребята, у нас классно. Сегодня пятница. Кстати, пацана я с собой взял, потому что дома никого нет. Я после ночной пришел. Жена в 9 на работу. И его дома оставила. Садик не появилось. Что-то у него. Сегодня он себя не очень хорошо чувствовал. Неохота было потом опять его ехать, забирать. Потому что бывает, если сильно недовольные воспитатели самочувствием ребенка могут позвонить, скажут, сказать, заберите своего ребенка. Вот такая вот канитель. И она сказала, ладно, оставлю дома посиди 3 часа сам. Вот он потом меня разбудил, говорит, папа, все, я кушать хочу. Вот так мы и не покушали, да, сына? Ничего себе поднялась цена. Дизель сейчас стоит евро 28. Я вот 3 дня назад за евро 19 заправлялся. Так, мне парковочку надо найти с камеры, плохо будет парковаться. Так, ну, без Санта-Барбары не обошлось. В принципе, мне надо было отдать просто свои кредитные карточки. Во-первых, очередь. Пацаны. Ну, дети все такие нетерпеливые, да? Подошла моя очередь. Говорю, так и так нужно карты отдать. Она, мол, типа, мне говорит, а вы могли бы их дома все разрезать, поломать и их жить. Алло, папа! Ну, я говорю, что дело так не пойдет, что у меня есть письмо тут, что я должен принести обе карточки и сдать их. И я бы хотел получить от вас расписку, что карточки я сдал. Она мне, мол, типа, мы такое не делаем. Ну, знаете, я вот живу в Германии уже больше 20 лет. Я научился, как говорится, Германия научила меня разговаривать с такими людьми, потому что люди, которые работают в банке или в какой-нибудь страховой компании, они всегда считают, что они намного умнее, знаете. Другой человек бы сказал бы, а, ну ладно, развернулся, ушел бы, оставил бы карточки. Я настоял на своем, она говорит, ну, мне надо поговорить с начальством, ну, приходит ко мне обратно, мол, типа, можете сесть, я должна сейчас все сделать. Ну, и в конце концов, я получил свои бумаги, свое подтверждение, что я оставил карточки, потому что сейчас я и здесь отдам карточки без расписки, без ничего, и потом они опять с банка придет письмо, скажет, где карточки, гоните, давайте. Понимаете, это, когда с людьми разговариваешь нормально, не ругаешься, они потом становятся пушистыми, потом к концу нам все, спасибо. До свидания, хорошего дня. Так, пацана надо где-то оставить. Ты вот нетерпеливый, да, у меня? Хочешь тоже на камеру болтать? Будешь на камеру болтать? На, болтай. Скажи что-нибудь. Ну, заправиться я решил попозже, может быть, потом дизеляка станет дешевле, потому что к вечеру бывает подешевле. Ну, сегодня суббота, не знаю ли получится у меня сэкономить. Вы как понимаете, или, наверное, может у кого-то сложилось впечатление, что я жадный, везде экономлю. Просто люди, экономика должна быть экономной, и надо немножко смотреть, следить за деньгами, а то когда-то не закончится. Друзья, у нас планы поменялись, обед отменяется дома. Андрюш, не на камеру трогай. Решили заехать в турецкий ресторан, не в турецкую забегаловку ресторан, покушать. Андрюха сегодня проведен, с тобой немножко день. Жена задержится немножко на работе. У нас еще есть буквально 4 часа, прежде чем нам надо будет забирать дочу. Кстати, сейчас, наверное, кто-то будет говорить, начинал видео про экономику, а сейчас идет с пацаном в ресторан. Дело в том, что на... Вышь лепешку? Да. На, попробуй. На еде я не люблю экономить, просто покушать. Вкусно я люблю. Вкусно, да? Я же себе заказал печень. Я даже печень. Можешь вот туда это помакать. Валю, вот эту сметанку будешь? Попробуй. Нет? Нам отличается ресторан от простого... Простой забегаловки, где просто пьен и кушать. Качественная и вкусная еда. И, может, вы заплодить чуть побольше, но зато классно покушаете. Кстати, я сейчас разговаривал с шефом. Он говорил, что... Если хотим покушать здесь вечером с друзьями, то лучше пару дней заранее позвонить, так как у них здесь всегда все холодно. Не знаю, квестит он или нет. Но надо с друзьями сходить вечером покушать. Кстати, прикольно. Упала? Упала, да? Вкусненькая. Говяжный перчик. С перчиком. Классно. Ладно, мы будем кушать. Люха классически всегда заказал, как всегда заказал, как всегда заказал в полах. Вечером очень глухая. Так, ребята, вы видите, главное терпение. На 7 центов люстер стал дешевле к вечеру. Ну, вернее, спустя 4 часа. Сейчас, если полный бак, где-то 3 евро шефа сэкономим. Так что, терпение, терпение, терпение будет вознаграждено, так говорить. Сейчас еще у нас порт, магазин. Погода отлично до сих пор. Плажа. Так, давай, полный бак нам надо. Кстати, ребята, вопрос у меня к вам. Не знаю, или это меня одного бесит, или тоже у многих такая же проблема, как у меня. Сегодня между делом в магазине я встретил тоже. Давно уже человека не видал. Раньше мы общались. И первое, что это, ну как всегда, как дела, где работаешь. Знаешь, почему-то вот всем, я интересно, где работаю. Или хотят рассказать, где он работает. Знаешь, многие, кто хотят похвастаться, те сразу, как, ну, здорово, как дела, где работаешь. А я работаю и там. Знаешь, им даже не интересно, где ты работаешь. Хочет рассказать, где он работает. Да мне не интересно, где ты работаешь. Я не хочу рассказать, рассказывать про свою работу. Потому что у людей почему-то как-то важно, чтобы кто-то знал, кем ты работаешь, или важно узнать, кем кто-то другой работает. Какая нахрен разница, где кто работает? Не знаю, мне это бесит. Если человек давно не видал, можно поговорить о чем-то другом, не только о работе. Или бывает, пойдешь даже с коллегами какой-нибудь праздник, скажем, на Рождество или еще что-то. Идем в бар или что покушать, и разговор только про работу. Я говорю, ребята, всю неделю работа, работа, тут выходные, сидим в баре, и опять про работу. Ненавижу я про работу разговаривать. Блин, ну работа это же не основная жизнь. Есть и другие темы, на что можете поговорить. Не знаю. Ну так, конечно, многим интересно в Ютубе про работу. Ну когда-нибудь, может, расскажу вам. Ладно, надо на дорогу смотреть. Так, ну немножко еще в магазин залетел. Завтра в дорогу закупился. Ну там мелочи. Плюс то, что мы в воскресенье приедем. Сейчас за девчонками на спорт, вернее за дочкой и за ее подружкой. Я им всегда беру вот такие вот два донорта. Они после спорта два часа голодные. Я еду специально по ранче. Еще полчаса посижу, посмотрю, как они там играют, говорю, занимаются. Ну и дочке все равно приятно, когда папа сидит, смотрит, старается. Так что наш день продолжается. Сегодня не скучная такая пятница, но погода бомба. Если завтра будет такая же погода, это будет просто классно. Супер. В пятницу только пять девчонок тренируется и два тренера. Вот. Можно сказать, совсем классно, что каждому ребенку уделяется очень много времени. Дочь у нас ходит два раза в неделю, в понедельник. И в пятницу это такие вот маленькие группы, которые проходят подготовку к турнирам. Ну, ничего вроде получается. Вот. Кстати, сейчас по радио передавали. У нас в воскресенье время переставляют. Или субботу, в воскресенье, да. Так что сейчас воруют. Я это всегда болезненно переношу. Час меньше спать. Ну, к счастью, вторая смена. Я, может быть, за неделю адаптацию пройду. Ну, говорит, ладно, я немножко еще посмотрю, как доча старается. И потом поем дальше. Так, ну, девчонок выгрузил. Доча еще выпросила часик у подружки побыть. Она там сегодня на самокате. Кстати, насчет самоката тоже всегда ругаюсь с дочей, чтобы всегда одевала каска. Я вот сейчас еду, смотрю, многие дети без каски. Ну, сейчас, наверное, кто скажет, а, что тут такого без каски? Ребята, на той неделе я со своим пацаном гулял на велосипеде. Пацан стоял. Ну, возраст, наверное, моей дочке. На таком роллере что-то они стояли с родителями туда-сюда, и он что-то хоп-чухнул через дорогу. Он налево посмотрел, а направо нет. И там машина ехала. Е-мое, она и ложит. Как говорится, сбила. Потому что он так быстро затормозить не смог. Ну, зацепил его хорошенько. Хорошо, что у него была каска у пацана. Знаешь, знаете, вот руку-ногу поломает, она заживет. Но если ребенок упадет на голову и разобьет себе череп, то мама не горюй. Так что лучше я наругаю, поругаюсь дома с ребенком. Ну, если я ее поймаю без каски, я потом никуда больше не отпущу. Я ей сразу сказал. Мне не нужно потом. Я долго не разговариваю. Не знаю, как у других, знаете, но я когда вот вижу, дети вот гоняют на самокатах, на велосипедах без каски, мне, я считаю, что это безответственно. Может, что-то скажет. Что-то такого, ну, знаете, что-то такого, пока здесь ничего не произойдет. Тем более, если в Германии, например, водитель сбивает велосипедиста или вот на самокате, и тот без каски, то, как говорится, пострадавшему еще перепадает немножко. Не то, что штраф, а как. Ну, там, знаете, кто в Германии живет, знает. Я сам не знаю, как точно бы что не узнавал. Ну, все по наслышке, да. Сейчас каждый опять, Володя, сплетни распускает. Ну, факт то, что технику безопасности надо соблюдать. Все-таки это дети наши, и лучше так, чем ника. Ребята, солнышко садится, время уже полшестого. И даже классная погода, мне кажется, весна наступила все-таки. Если завтра еще в Голландии будет такая же погодка, я даже включу камеру. Я вот все с собой борюсь, брать с собой камеру или нет, знаете. Охота и отдохнуть просто с женой и с друзьями. Не напрягать их вот этой камерой, потому что людей все равно как-то напрягает камера. Ну, посмотрим, может быть там-там маленькие кадрики сделают с музыкой. Так. Мы подъезжаем домой. Друзья, маленькая прогулочка, надо перед сном прогуляться. Кстати, как я говорил, безопасность, техники безопасности надо соблюдать. Давай-давай, газуй. Кстати, ребята, завтра в Голландию едем на Ауди. Сейчас позвонил брат жены. Говорит, можно я машину твою возьму? Я говорю, когда? Ну, говорит, в субботу мне надо ручок там что-то перевести. Я говорю, я в Голландию собрался ехать. Ну, говорю, ну давай-то поменяемся машинами. Ну, я говорю, у меня-то какая разница, на какой ехать? Ну, правда, его нажрет, да хрена. Трехлитровый, мин 320 PS. Ну, ничего, поем на Ауди. Так что вот, прогулочка. Кстати, в курку пришлось сидеть. Солнце садится. Погода обманчивая. Солнце садится. Вроде бы приятно. Еще солнышко светит, но холодно. Все равно надо осторожно быть. А то, не дай бог, простыну. Я вот болел был недельку. Даже больничный взял. У меня все есть. Да. Ходишь, отпонтуют. Это, это, влезет. Смотрите, Ситроен, тут все влазит. Это тени Ауди. Купят машины, ездят. Выпрашивают, давай поменяемся. Я там тебе положил, это, так, ребята. Мы сейчас здесь, вот, ласточка. Вот это вот машина, Ситроен. Кто-то там хвастался. Ауди, хорошие машины. Понакупают там все. Азекс, да? Или что там, есть блогеры, ездят на Ку-семерки. И потом он бегает, прыгает вокруг нее, как, не знаю, вокруг горячих пельменей. Вот. Ну, у меня сразу и крюк есть, вот. Можно мне прицеп таскать. Так, ладно, я пойду. Он там сейчас еще больше возьмет, чем я ему выложил. Блин, друзья, уже хотел с вами прощаться, да? Хотел сказать, ну, хватит. Уже вам все уши зажужжал сегодня. Вас таскаю везде с собой. Дядя мой звонит. Говорит, приезжай, говорит, рассада готовая. Дело в том, что я каждый год сажу помидорки. Так, пять, шесть кустиков. Такие мелкие, чтобы дети таскали. Лето. Вообще классно. Ну, а дядя теплица, и он каждый год делает свою рассаду, и мне дает помидорчики. Вот, приезжай, готова, уже стоит, ждет тебя. В принципе, можно и в магазине купить, но свое есть свое. Как говорится, от чистого сердца. Сейчас езжу. Уже давно не был в гостях, поболтаем, уж кофе попьем. Вот. Я сейчас, может, покажу теплицу, если он разрешит. Так что, если не покажу теплицу, но покажу зато рассаду. Нет. Кстати, кто занимается огородными делами, пишите тоже. Или вы дома сами рассаду делаете, или покупаете уже в магазине готовую. Например, огурец. Я тоже один вкус огурца сажу, я его покупаю всегда в магазине. Он скрещенный с тыквой, и получается, что корни тыквы, а остальное все там от огурца. И как? Хороший, много урожая, и огурцы потом крепкие, что не боятся ни тумана, ничего. Сейчас скажете, атомные огурцы. Ладно. Все, ну, вечер уже. Засидел себе у дяди. Так. Так, ребята. Вечер у нас засидел себе у дяди. Забрал сейчас дочу сразу. Она домой. Сейчас там еще, пусть я получу. Ну, все, погоняли мы сегодня. Я надеюсь, скучно не было. Вот так вот выглядит иногда пятница. Иногда все по плану идет, иногда не по плану. Вот видите, много что не по плану пошло. Но все же, суматохи хватает. Охота было бы сегодня еще на спорт сходить. Ну, сегодня без спорта обойдемся. Ладно, ребята. С вас лайки-балалайки, подписка. Ну, и ждем следующих видосов и много комментариев. Все. Покусики. Викусики. Да, доча? Что надулось? Ну, мы...